У меня сейчас такое чувство, будто я записываю свое первое видео на YouTube. Всем привет, с вами Нося. Ребят, я хотела бы извиниться перед вами за своего вот такого долгое отсутствие на канале. Я не снимала видео уже два месяца. Вот так вот просто взяла и пропала. Но сейчас я постараюсь вернуться в свой обычный график и выпускать видео один раз в неделю. Если получится чаще, то, конечно, буду выпускать чаще. Но пока что давайте хотя бы начнем с того, чтобы я выпускала видео один раз в неделю. И постараюсь снимать что-нибудь для вас интересненькое. Ну а пока что спустя такое долгое отсутствие на канале, я решила вернуться к вам с разговорным видео. Я как-то у вас спрашивала, на какую тему вы хотели бы услышать разговорное видео на моем канале. И большинство людей мне написали про тему блогерства. Так что сегодня мы с вами поговорим о том, почему же я все-таки создала свой канал. Что меня вдохновляет, откуда появился ник Ностя. И как же на это все отреагировали мои родители Антон. Почему я создала канал. Когда Антон только начинал заниматься блогерством, вы все прекрасно это знаете уже, что мне приходилось помогать ему в съемке видео. Ну и спустя, конечно, какое-то время еще участвовать в этом всем. Но не знаю, почему это так сложилось. Почему так получилось. Но мне начало это все надоедать. Именно вот сниматься в Антоне видео мне поначалу нравилось, а под конец мне уже это все надоедало. И я начала задумываться о том, что вот если бы я создала свой канал. Потому что большинство вас мне писало, что Настя, создай свой канал. Возможно, это будет интересно. Возможно. Я начала об этом серьезно задумываться. О том, что я могла бы снимать на те темы, которые интересны мне. На то, что у меня вот могут быть свои подписчики, которым нравилось бы меня смотреть. Которым было бы интересно меня смотреть. Ну, наверное, так и получилось, что я оказалась на Ютубе. Почему канал называется Настя? В создании канала, как бы это странно сейчас не прозвучало, мне помогал Антон. Да, именно Антон. Антон, привет. И мы с Антоном, в принципе, не думали так долго над ником для моего канала, так как мы вспомнили, что существует такая девочка, как Алена, которая называла всех через букву О. Женя, Антон, Настя. И как-то так получилось, что из нашего круга общения все начали меня называть Настя. Так как были еще Настя, и чтобы меня хоть как-то различать, меня начали назвать Настей. Я к этому, в принципе, привыкла. И мы с Антоном, когда придумывали название для канала, думали. И Антон сказал, зачем что-то вот новое придумывать? Тебя вот называют Настя, ты уже привыкла. Говорит, вроде бы и обычно, а вроде бы и необычно. Давай Настя. Вот так вот, в принципе, получилось то, что мой канал сейчас называется Настя. Потому что Настя много, а Настя одна. Кто тебя вдохновляет? Я думаю, вы и так знаете то, что на создании вот таких вот роликов вдохновляете меня вы. Спасибо большое людям, которые создают фан-аккаунты в Инстаграме и делают обработки со мной и моими друзьями. Но также на ютубе я смотрю двух девушек, которые меня вдохновляют. Это Саша Чистова и Лена Шейдлина. Как отреагировали мои родители и Антон на создание канала и съемку видео? Как отреагировал Антон, вы, наверное, и так уже поняли. Потому что Антон мне помогал в создании моего канала. И, в принципе, я могу сказать, что он отреагировал нормально. Родители мои отреагировали положительно. Они сказали, что попробуй, может и у тебя получится так, как у Антона. Ну, а на этом уже, наверное, все. Спасибо вам большое за просмотр. Ну, а с вами была Настя. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк этому видео. А также ставьте колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми. Всех люблю и внимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok